Слово Третий стих Слово, которое употребляется здесь, это греческое слово phileo, глагол, означающий человеческую любовь, любовь дружескую. В пятом стихе, в одном из своих авторских комментариев, Иоанн говорит, Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Но здесь слово любовь другое. Здесь он использует глагол агапао. Не человеческую любовь, но любовь Божию. Давайте обратим внимание на это различие слов. В шестом стихе мы узнаем, что даже услышав об этой, очевидно, смертельной болезни, Иисус не устремился сразу в Вифанию, он остался в Галилее и провел там еще два дня. Кстати говоря, если посчитать и посмотреть, какие были расстояния, как быстро они могли передвигаться, как быстро они могли перейти, дойти от одного пункта до другого. Скорее всего, даже если бы Иисус отправился сразу, Лазарь уже умер бы. Но не в этом дело. Дело в том, что он не просто не пошел сразу в Вифанию, а в том, что он остался, задержался в Галилее и задержался не случайно. В седьмом стихе он говорит ученикам, пойдем опять в Иудею. А дальше смешно, в связи с девятой главой я уже говорил вам о том, что в Евангелиях есть юмор, который мы зачастую пропускаем. Потому что тут ученики откровенно испугались. Они пытаются отговорить Иисуса от этого опасного путешествия. В восьмом стихе они фактически говорят, Господи, подожди, давай-ка мы с тобой вспомним. Вот ты в прошлый раз туда ходил, помнишь, что они пытались с тобой делать? Правильно, убить. А ты что, думаешь, они там все покаялись уже, да? Иисус говорит, не 12 ли часов во дне? Он имеет в виду, что нужно действовать. Действовать сейчас. Пока есть возможность действовать. И опасность не должна нас останавливать. Очевидно, Бог открывает нам свою истину не сразу, а постепенно. Чтобы у нас была возможность переварить, чтобы у нас была возможность усвоить понемногу. В седьмом стихе Иисус говорит несколько непонятные слова. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. После этих слов Иисуса Христа в 11 стихе, в следующем 12 стихе ученики ему говорят, Господи, если уснул, то выздоровеет, если уснул, то проснется, все нормально, нам-то зачем туда теперь идти? Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Обратите внимание на 15 стих. Сколько раз в Евангелиях Иисус говорит, Я радуюсь? Не так много. Не так много. Немного. Именно в 11 главе Евангелия от Иоанна больше, чем где бы то ни было еще в Евангелиях указывается на эмоциональное состояние Иисуса. И когда нам сообщают об эмоциональном состоянии Иисуса, давайте внимательно следить за тем, что переживает Сын Человеческий, за тем, что переживает наш Спаситель. Давайте следить за тем, что говорит нам об этом Слово Божие, ибо мы хотим уподобляться Христу. Христос не говорит, Я рад, что Лазарь пострадал. Христос не говорит, Я рад, что Лазарь умер. И говоря слова, Радуюсь, конечно Иисус ожидает скорейшего воскресения Лазаря. Так чему же он все-таки радуется? Я радуюсь тому, что означает смерть Лазаря и мое отсутствие в момент смерти. Что оно означает для вас? Вот почему он радуется. Он радуется, потому что гораздо важнее нам понимать, что Иисус остается Богом. и в момент самого серьезного, самого жестокого страдания. Для нас гораздо важнее понять это, чем избежать страдания. Он радуется, потому что нам гораздо важнее с верою принять, что Он имеет силу воскресить мертвых, чем просто принять, что Он имеет силу исцелять больных. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его, говорит Иисус в 11 стихе. Лазарь умер, говорит Иисус в 14 и следующих стихах. Но пойдем к нему. Один мой близкий друг живет в Будапеште, а у него сейчас брат при смерти в Чикаго. И когда близкий, родной человек находится при смерти и при этом находится далеко, мы готовы в любой момент сорваться и поехать к нему. Потому что в любой момент самое тяжелое может произойти, и мы хотим утешить его родных и его друзей. И очень хорошо, друзья мои, очень хорошо, когда понимаешь, что перед смертью к тебе приедет близкий человек. Очень хорошо, если есть рядом друг, который о тебе позаботится при смерти. Но, друзья мои, гораздо, гораздо лучше, если у нас есть друг, который может прийти к нам после нашей смерти. Гораздо лучше, если у нас есть друг, который может помочь нам после нашей смерти. Иисус и есть такой друг. Иисус говорит, И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Во что уверовали? Да в то, что Иисус больше смерти, сильнее смерти. Иисус говорит в 4 стихе, что это болезнь не к смерти, а к славе Божией. Да, прославился Сын Божий. Что же такое слава? Слава – это внешнее проявление внутренней реальности. Слава – это ореол, подтверждающий важность, величие внутреннего содержания. Слава – это лучи света, видимые нами лучи света, свидетельствующие о невидимой великой реальности. В данном случае слава – это известность. Слава – это то, что люди будут знать о случившемся. Иисус фактически говорит, смысл этой болезни не в смерти для Лазаря. Смысл этой болезни, чтобы стало известно обо Мне, чтобы стало известно об Отце Небесном. Но, очевидно, все ученики пытались его отговорить от похода в Иудею. Только один ученик упомянул по имени здесь, зовут его Фома. Бедняжка Фома. Как ему не повезло, как ему досталось. То, что говорит Фома, вообще говоря, тоже смешно. Все, Фома понял, что Иисуса уже не разубедить. Не разубедить. Иисус, он, конечно, очень любит, но не верит в то, что у Иисуса есть сила и власть. Фома готов поверить, что Иисус достоин смерти и вместе с Ним можно умереть. Что есть смысл умереть вместе с Иисусом, но Фома не верит, что Иисус может защитить от смерти. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с Ним. К тому времени, когда в 17 стихе Иисус подошел к Вифании, Лазарь был уже 4 дня мертв. В 10 главе Евангелия от Луки мы находим рассказ о том, насколько разными людьми были Мария и Марфа. У Луки Марию больше интересует богословие, учение, а Марфу практические аспекты жизни. Но обратите внимание, навстречу Господу выбегает не Мария, а Марфа. Обратите внимание, в 20 стихе Марфа выбегает навстречу Иисусу, Мария остается дома. И в 21 стихе Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. В английском языке есть такое выражение, которое соответствует русскому неловкий комплимент, комплимент с подтекстом. Неловкий комплимент это комплимент с подвохом. Конечно, это в принципе комплимент, в принципе говорится там все хорошо, все правильно, но есть там что-то такое неприятное, есть немножко перца. Мне часто приходится слышать комплименты с подвохом в мой адрес. Например, я проповедую в церкви, очередная проповедь закончилась. И вот после церкви ко мне подходит человек, мы приветствуемся за руку, и он говорит, вы знаете, насколько мне запомнилась ваша проповедь в прошлое воскресенье? Большое спасибо хочется сказать мне, но подвох-то вот в чем. В прошлое воскресенье проповедь была хорошая, а в это? Что же говорит Марфа? Господи, ты столь велик, Господи, ты столь силен, что если бы ты был здесь, ты бы мог обратить вспять смерть, даже саму смерть. Но тебя здесь не было. И он умер. И кажется, что от твоей великой силы ему никакой пользы. То есть, Господи, силы и власть у тебя, конечно, есть. Ну, слушай, ну что тебе, может быть, часы подарить как-нибудь, а? Чтобы пунктуальнее было? К 22 стиху она набирает полет набожности, и она говорит, но знаю, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус очень ясно, очень четко, прямо говорит и в 23 стихе, воскреснет брат твой. Марфа в 24 стихе отвечает, Господи, я вообще-то в курсе. С учением у меня все нормально. Я нормальный иудейка. Я в курсе, что воскреснет. Да, может быть, 10 тысяч лет подождать придется, а может быть, и больше. Но уж воскреснет это точно. Я рад, что до Марфы не сразу дошло. Потому что, если бы до нее дошло сразу, то не было бы у нас 25 стиха. Не было бы вот этой пятой самоидентификации, пятого самоопределения Христа, я есмь. Но в 25 стихе Иисус говорит ей, я есмь, воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? А к чему он это? В чем смысл? Что он хочет сказать? Ведь физически умирают и верующие, и неверующие. И, насколько мы можем судить, смерть одинаково неприятна, одинаково больно приходит и к верующим, и неверующим. Да, умирать тяжело и верующим, и неверующим. И все же для верующих смерть – это нечто иное, нежели для неверующих. Для верующего человека смерть – это дверь, а не пункт назначения. Мы проходим через смерть, а не приходим к смерти. Для верующего человека смерть – это лишь переходный пункт, причем очень короткий переходный пункт, а это не пункт назначения. Бог не дает нам обойти смерть. Точно так же, как в 22 Псалме мы узнаем, что Бог проводит нас через долину смертной тени, а не ведет вокруг. Смерть сравнивается с долиной. Темная долина может пугать, но ничего страшного от нее не будет. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Я пошел в школу, когда мне было пять лет. И вот я помню себя первоклассником. Наш дом находился несколько в стороне от дороги, от большой дороги. И вот к этой дороге, к этому шоссе нужно было сначала еще подъехать. Но большие дороги, которые британские называют моторные дороги, и американские называют интерстаты, и немцы называют автобоны, были только начали строить в Америке в той же время. И одна, которая вышла из Атланта, еще не закончена. И вот по нашей улице тогда ездили огромные многотонные грузовики в Атланту и из Атланты. Так вот, когда мне было пять лет, и я был еще первоклассником, я подходил к дороге, подходил к улице и ждал школьного автобуса. Потому что в школу нас возил автобус. И мне не раз случалось опоздать на школьный автобус, потому что я выходил к этой дороге большой. И вот начинают идти эти грузовики, огромные грузовики. И я пугался, я прибегал обратно домой и говорю, мама, я грузовиков боюсь. Я слышал шум подъезжающего грузовика. Я видел эту махину. Я чувствовал, как меня сносило ветром, когда проносился мимо меня этот грузовик. И тень грузовика проходила надо мной. Но ничего страшного у меня от него не было. Было боязно, но никакого ущерба, вреда они мне не причиняли. Так и смерть по отношению к верующему. Мария и Марфа хотели, чтобы Иисус был в Вифании еще до смерти Лазаря. И доказал любовь к ним, предотвратив эту смерть. А теперь поймите, что я хочу сказать и что я не хочу сказать. Внимание, внимание. Бог не будет доказывать любовь свою к нам тем, что сохранит нас и наших родных, и наших близких от всяких страданий. Не будет Бог доказывать свою любовь к нам, сохранив нас и наших близких от смерти. Не будет такого. Не может быть. Смотрите, что я ничего не сказал. Я не сказал о том, что просто Бог не будет защищать нас или Бог не защитит нас от страданий. Я не сказал, что Бог не защитит или не будет защищать нас или наших близких, наших родных от смерти. Вы вообще еще живы, ребят? А те, кто вам близко, те, кто вам дороги, тоже ведь еще живы, правда? Знаете, почему вы живы? Знаете, почему ваши близкие и родные живы? Потому что Бог вас защищает от страданий и смерти. Я не сказал, что Он вас не будет защищать, но я сказал, что Он не будет доказывать свою любовь через вот такую защиту. Мы верим в Божие провидение, мы верим, что Бог защищает нас, что Бог оберегает нас. Но это не для того, чтобы доказывать нам свою любовь. Я не сказал, что мы не имеем права просить Бога, умолять Его защитить нас и близких нам людей от страданий и смерти. Конечно, можно и даже нужно просить Его об этом. Мы же верим в ходатайственную молитву. Но я сказал, что Бог не собирается доказывать свою любовь к вам через защиту от страданий и смерти. Почему я так говорю? У меня на то два очевидных основания. Самое важное заключается в том, что в Библии предусмотрен другой способ доказательства Божьей любви. Бог доказывает нам свою любовь не через то, чтобы пощадить нас от страдания и смерти. Наоборот, Бог доказывает нам свою любовь через тем, что Он не пощадил своего возлюбленного Сына. Тем, что Он отдал своего возлюбленного Сына на страдания и смерть. Желающие получить дополнительные доказательства Божьей любви, тем самым говорят, что крестной смерти Иисуса Христа для них недостаточно. Понимаете? Но есть еще одна причина. У меня трое детей. Насколько я знаю, вчера ни один из них не умер. Но это не доказательство Божьей любви ко мне. Потому что 7 ноября 1981 года у меня умер ребенок. Вчера умерла внучка одной моей хорошей знакомой из Бетфорда, штата Вирджиния. Так что же, Бог меня не любил в 1981 году? Ну, так что же, Бог любил или не любил? Любит или не любит мою знакомую в Вирджинии, у которой умерла внучка? Конечно, любит. Как я могу это доказать? Крестом. Крестом. И только им. Поняли? Если доказывать Божию любовь на том основании, что Он защищает нас от страдания, как же разговаривать с теми, кто сам страдает? Как же разговаривать с теми, у кого близкие, родные люди страдают? Дети, родители, мужья, жены. Что сказать этим людям? По большому счету, я скажу сейчас вещь довольно циничную, но ее все-таки нужно сказать. Хотя бы коротко. В этих наших смертных телах, в том поколении, в которое Христос еще не пришел на землю, у нас по большому счету два выбора. Либо умереть самому, либо смотреть, как умирают другие. Все. Других вариантов нет. Так что, если мы понимаем Божию, если мы поменим Божию, если мы живем христианской жизни, если мы умрем死 на христианскую смерть, если мы поменим других людей, что христианской жизни стоит жить и уметь, то лучше мы поднимем нашу понимание от страдания на кресе. Чтобы понять Евангелие, чтобы доносить Евангелие до других людей, чтобы самим укрепляться в вере, чтобы доносить веру до тех, кто пока еще не знает Господа Иисуса Христа, мы должны понять очень простую вещь. Любовь Божия, понимание, смысл любви Божией не в том, что Он защищает нас от страдания, а в кресте Иисуса Христа. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok